Приветствую вас. Вы знаете, вот, когда дело доходит до соцсетей, ну и всяких взаимодействий с ними, я всегда очень внимательно смотрю на то, как человек раскрывает сам факт того, что он в соцсети с кем-то познакомился. Ведь по большому счёту, по большому счёту, ничего плохого в том, что вы можете с кем-то познакомиться в соцсети нет. Познакомились и познакомились. И хорошо. Особенно, если нашли кого-то по интересам, ну, себе, по взглядам, да, кого-то, кому, кто интересуется тем же, чем и вы, например. Да, это, в принципе, очень даже здорово. Но! Но! У вас, на мой взгляд, ситуация совсем не такая. На мой взгляд, у вас ситуация такова, что вы, во-первых, на мой взгляд, немного стесняетесь того, что вы познакомились в соцсети. Или, там, с кем-то. Вот. На мой взгляд, вы пытаетесь рационализировать то, что с вами происходит. То есть, вы говорите, что сейчас очень много завязано на соцсетях, что вообще жизнь одна крутится вокруг соцсетей и так далее. и вот этого наводит меня на мысль о том, что, может быть, может быть, я не говорю, что это на сто процентов так, но, может быть, есть какое-то, эээээ, скажем так, двойное дно. Пусть это будет так. Двойное дно. Какое двойное дно? Ну вот, например, двойное дно в том, что касается вашего отношения к соцсетям в целом. То есть, если вы считаете для себя нормальным знакомство в соцсети, то по какой причине тогда вы начали свой текст с того, что пишите сейчас, многие отношения создаются при помощи соцсетей, да и вообще, жизнь одна крутится вокруг них. У кого жизнь крутится вокруг них? Кто создаёт отношения при помощи соцсетей? Какие люди создают отношения при помощи соцсетей? Каковы критерии создания отношений через соцсети? Понимаете, в чём дело? Вот это, это, этот момент, очень важный. Потому что вы здесь защищаетесь, вы здесь используете механизм защиты, вот. И лично для меня, вот лично для меня, это, ну, достаточно серьезно, лично для меня. Потому что вы как-то вот можете обманывать здесь сами себя. Чего бы, чего бы мне не хотелось, потому что это, ну, ни в коем случае не сделает вас счастливее, счастливее. Да? Надеюсь, понятна моя мысль основная. Дальше. Значит, что мы сделали не так? То есть, как можно подтолкнуть развить отношения сейчас? Да? Ну, это я вот отвечаю на ваш, так скажем, вопрос. Который, который вы задаёте. Значит, эээ, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, лучшее, что вы можете сделать, это, эээ, всё-таки, как-то, знаете, вот, эээ, проявить себя, эээ, проявить себя, именно, первый. То есть, вот он вам, эээ, всё время пишет, да, он вам всё время пишет, 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 вот, а вы ему не пишете, вот. Вы ему не пишете. И это, эээ, на самом деле, может, эээ, мужчина достаточно, эээ, достаточно сильно демотивировать. Эээ, вы говорите, что вы не пишете, не пишете, эээ, первый, потому что, эээ, захочет, завоюет. Ээээ, эта позиция, я бы сказал, эээ, знаете, не то, чтобы она немного устарела, или не то, что она слишком классическая, эээ, скорее, эта позиция, ээээ, рискованна, рискованна для вас, эээ, тем, что вы можете, эээ, ну вот, по сути дел, ээээ, потерять мужчину, таким образом. То есть, ээээ, никто не мешает вам ему написать, никто не мешает вам, эээ, самостоятельно что-то у него спросить, если хочется, конечно. Вы ещё не встречаетесь, вы ещё не являетесь парой, по сути, по факту, вот. И, соответственно, эээ, нет ничего страшного в том, чтобы, ээээ, что-то у него спросить. То есть, понимаете, завоевание, как-то коровы, ещё не началось, потому что вы видели всего лишь, эээ, только один раз. Вот. И, на мой взгляд, здесь, конечно, вы, эээ, явно, как-то вот, ээээ, события, ээээ, форсируются, на мой взгляд. На мой взгляд, вы, ээээ, как-то, ээээ, знаете, знаете, события, ну, может быть, пытаетесь, пытаетесь, эээ, ускорить что-ли. Или, может быть, вы, ээээ, выдаёте желаемое за, ээээ, действительно, когда, эээ, говорите о том, что захочет свою, понимаете, ведь мужчина, он, ээээ, должен, эээ, почувствовать, что, что, ну, что вы проявляете, проявляете к нему интерес, как, к мужчине. А вы, и ответа чёткого не дали, и так далее. Вот. То есть, я, конечно, опять же, эээ, я, конечно, опять же, не знаю, да, ээээ, как обстоят дела до конца, вот. Но, одно могу сказать точно, что обратная связь тоже, тоже нужна, вот. Он, тем более, пытается, пытался с вами наладить какой-то диалог, да, ну, вот, всё затихло. Поэтому, если вы и предоставили ему тормоз, то только тем, что, ээээ, не давали ему обратной связи. Достаточно, чтобы, ну, вот, ээээ, человек как-то, эээ, понял, что вы им, вы им интересуетесь. И, то, что вы не хотите навязываться, ну, вот, ээээ, можно интерпретировать, как, ээээ, скромность. Вот. Я, конечно, опять же, я, конечно, опять же, ээээ, не знаю, да, вот, ээээ, но, тем не менее, тем не менее. Тут так, вот. Ээээ, дальше идём. Следующий момент. Эээээ, значит, стоит ли что-то предпринимать. Стоит ли что-то предпринимать. Ээээ, зависит от вас. Т.е. Вот вы, ээээ, по факту, да, на нас, ээээ, перевешиваете, эээ, ответственность за, эээээ, себя, за свою жизнь. сейчас. Понимаете? Потому что мы, мы не можем вам давать совета, ну, конкретные советы, да? Это вам нужно решать что делать. Понимаете? Вот. Вам нужно решать, как вы будете поступать. Если вы хотите с мужчиной отношений, да, ну, вот, действительно, хороших, хороших отношений, да, вот, чтобы, то для этого нужно что-то сделать. Для этого нужно какие-то усилия прилагать. Именно вам, вам тоже, понимаете? Нужно какие-то усилия прилагать. А так, если только ждать мужчину, да, то, на мой, на мой взгляд, можно и потерять его совсем. Здесь вы, в принципе, правы, говоря о том, что общение дошло в тупик. Вот. Ну, и не стоит забывать о том, что мужчина, находясь у себя дома, да, он, ну, что-то, может быть подвержен интересам дома и может отвлекаться постоянно насчет, и времени у него тоже может не быть. Вот. Значит, а я не буду анализировать весь ваш текст, потому что, первое время, вот, то, что вы писали до определенного момента, да, ну, вот, значит, это все очень было хорошо. Да? Вот. Значит, смотрите. Просил его почаще выставлять что-то из Турции, на то, что будет его присылать не лично, потому что он написал где-то через два дня, пересылая мои фотографии, как-то их лично в моих сообщениях комментирует, и был его способ начаться на разговор. И как? Вот он написал, пытался начаться на разговор. И как у него? Получается, вы отвечали ему, как все происходило? Переписки были не так чистые. Через день-два, присылал также фотографию из Турции, просил из моей стороны что-то присылать. И как? Вы присылали ему что-то на ответ? Вы как сами, сами делали что-то, отвечали ему взаимностью или как? Понимаете? То есть, вот этот момент, он на самом деле важен. Чтобы мужчина не почувствовал, что он вам навязывается только, понимаете? Вот. Это важно, на самом деле. Понятно, да? А чем идёт речь? Значит, дальше вы говорите о том, что переписки ваши были не так чистые. Через день, через два. Это вы считаете, значит, ну, это вы считаете достаточно резко, да? Когда через день, через два. Это интересный момент. Интересный момент, почему вы так считаете. Вот. Ну, то есть, это, конечно, прям, прям вот любопытно. То есть, вам хотелось бы больше, видимо. Вот. Вам хотелось бы, чтобы было больше, ну, больше, больше общения. Ну, так, если вам хотелось бы, чтобы было больше общения, что вы сами для этого сделано. Понимаете? Вот. Вот. Если вы сами ничего не делаете, чтобы общения было больше, как же мужчина узнает о том, что вы хотите? Так. Однако, за последние недели от него ничего не слышите. Ага. Хотя фотографии продолжают оценивать, смотреть и так далее. Ну, знаете, если он просил присылать что-то вас, да? А вы ему, например, ничего не прислали, да? Вообще, допустим. Если вы ему ничего не прислали, хотя он просил, то вот вам, собственно говоря, причина, по которой от него ничего не слышно. Мужчина чувствует, что он только отдает, но ничего не получает заметно. Вот. И поскольку, поскольку это у вас ещё, это у вас поскольку ещё не любое, да, не отношения, как таковые, вот, я полагаю, что тут, конечно, надо бы проявить активность. Вы достаточно тактично здесь не упоминаете о том, как вы реализовали и реализовались ли вообще его просьбы. Вот. Тут нужно разбираться. Тут нужно разбираться. Вот. Тут нужно разбираться. А дальше. Дальше. Следующий момент. Ага. Значит, так. Сейчас, секундочку. Так. Значит, парень вообще не в соцсетях, не понравился, но в жизни оказался он ещё лучше. Первый никогда не пишу, не навязываюсь. Чётко понимаете, захочет, завоюет. Вот. Первый никогда не пишу, не навязываюсь. Откуда вот это вот, эээ... Эта установка у вас, да, значит, не навязываюсь. Вот. Откуда она. Эээ... Что вы понимаете под, значит, под навязыванием, да? Что вы понимаете под навязыванием, эээ... Как это связано, собственно, собственно, эээ... Значит, с тем, да? Как это связано с тем, что вы первое, первое можете написать, эээ... Человеку, да? То есть это, как бы вы здесь себя эээ... Не обесценивали. Причём... Совершенно необоснованно. Вот. Эээ... Страх. Страх навязанности. Да? Вот. И это нужно разбирать. Откуда у вас подобные пози... позиции. Вот. Происходит. Потому что, эээ... Разные отношения... Реальные отношения, да? Они... Эээ... Подразумевают взаимодействие. На... На... На равных. Ну, хотя бы... Хотя бы на начальных этапах. Вот. А вы... Говорите и про завоевание. Тем самым, эээ... Как бы... Предполагаете свою пассивность. Вы говорите и про... Эээ... Значит... Эээ... То, что... Он должен вас завоевывать. Эээ... Первый. Да? Вот. Мне кажется, что эта позиция... Эта позиция неплохая. Но эта позиция актуальна больше, эээ... Всё-таки для... Эээ... Ну, более долгосрочной... Перспективы. Скажем так. Вот. И ни в коем случае не для... Текущего момента. То есть, вот если что и может... Эээ... Тормозить мыши. Но это вот... Эээ... Скорее... Эээ... Ваше... Такое вот... Эээ... Отношение... К... Эээ... Значит... Ну... К... Эээ... Вашему взаимодействию. Скажем... Скажем так. Вот. То есть, мы не знаем. Мы не знаем. Эээ... Мы не можем знать... Эээ... Как... Как мужчина все это воспринимает, да? Он... Он ведет себя с вами очень... Эээ... Корректно, да? Он не... Не... Он... Эээ... Не приступает... Эээ... Границы... Никакие, да? Он... Эээ... Ведет себя очень деликатно. И это значит, что... Что он... Хоть решительный... Но уважающий... Уважающий... Ээээ... Значит... Ну... Вас... И это нужно обязательно... Обязательно учитывать... Вот. То есть, это не классИческий мужчина, который... Вот... Будет... Эээээээ... Значит... Вас, ээээ... Во своеобраз... В... Це... В классИческом смЫсли этого слова. Это мужчина, который хочет более равноправных отношений. По крайней мере на данном этапе. Я бы поисследовал ваши представления о том, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной. Я бы поисследовал на самом деле. Потому что как бы это все не было следствием того, что вы либо не уверены в себе, либо боитесь близости, либо не хотите, ну, страх за мужество, как иногда его называют. Так, относится ли он серьезно, пишите вы к этому? К чему к этому серьезно относится, для меня не совсем понятно. То есть, понимаете, какая история. Можно, можно серьезно относиться к тому, что серьезно. Простите меня за такой небольшой кламбур. Вот. Можно относиться серьезно к тому, что серьезно вы виделись один раз всего. Вот. И вы считаете, что это серьезно? Вот. Для того уровня, на каком находят ваши отношения, да, мужчина, я считаю, я считаю, более чем серьезно относится к вам. То есть, он бесит, он просит вас что-то присылать. То есть, идет какая-то такая активность с его стороны. Вот. Вопрос в том, что с вашей стороны никакой активности нет. Вот. И это, конечно, то, что может тормозить человека, да. Дальше. Хотелось бы, чтобы это переносло, конечно, во что-то большее. Так как почувствовалось, что человек очень близкий подруг. Ну, смотрите. Смотрите. Здесь история следующая, на мой взгляд. Когда человек говорит, что хотелось бы, да, вот когда человек говорит хотелось бы, он на самом деле хитрый. Хитрый. Он хитрый. Он хитрый. А я поясню, в чем, в чем он хитрый. В чем он хитрый. В чем он хитрый. Он хитрый. Но в то же время, в то же время, не высказывать его, очевидно, достаточно для того, чтобы что-то делать. Вот. Чтобы действительно, реально что-то делать. Вот. И вам нужно определиться здесь, что вы хотите. То есть, если вы хотите все-таки отношения в действительности, чтобы это переносло, у вас что-то большее. Да? Если вы хотите, чтобы это переносло, у вас что-то большее. Ну, так. А-а-а. Так же. А-а-а. Для этого нужно что-то, что-то делать. Да? Для этого нужно, а-а-а. Что-то предпринимать. Все-таки. Если вы не делаете ничего, да, то вам скажут, что я не готова что-то делать. Да? Ну, вот. Для того, чтобы... Для того, чтобы... История была. Чтобы она развивалась. Да? Ну, не готова я что-то делать, пока что. Может такое быть? Да вполне. 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 Понятно. Понятно. Слышите? Поэтому тут надо определиться, если вы хотите, то что готовы для этого сделать? Если не хотите или не готовы ничего делать, то значит не хотите. Дальше, ээм. Почувствуйте, что человек очень близкий по духу. Если вы чувствуете, что человек очень близкий по духу, то первое, что нужно сделать, это вообще определить, как это. Что это? Что вообще? Что значит, человек близкий по духу? Ну, потому что, потому что это важно, потому что очень-очень важно, чтобы вы не строили каких-то вот иллюзий относительно человека, да, чтобы вы не строили каких-то обманчивых предположений, чтобы вы воспринимали по возможности всё-таки, ну, реального человека. Чтобы вы по возможности всё-таки воспринимали человека такого, какой он есть, а не такого, как вы хотели бы его видеть. Вот, а, ага, тут только, только вся в том, что если человек реальный, то у него есть в том числе и свои какие-то желания, вот, свои потребности и так далее. И это, это очень важный момент, потому что он, этот момент напрямую влияет, влияет на вас и на то, как вы выстраиваете отношения свои. А, именно, значит, с мужчиной, именно с мужчиной, вот, как вы это делаете? Насколько будет воспринимать вас, насколько он будет воспринимать вас, это всё очень-очень важные такие детали, получается. Вот. Вот. Вот то, что я хотел вам сказать, в принципе. Понимаю, что, наверное, этого недостаточно, потому что вы даже, вот, знаете, что интересно, вы задаёте вопрос свой относительно того, относится ли мужчина к этому серьёзно. Тут вот момент такой, что вы задаёте свой вопрос психологам, а не эзотерикам. И до конца знать, что происходит в голове вашего мужчины, мы не можем работать с вами, мы не можем работать с ним. Но вызывает опасение тот факт, что вы интересуетесь его чувствами, да, а не эээ своими. То есть вы ориентированы, ориентируетесь больше на него, а не на себя сейчас. Хотя в основе, в основе лежат ваши желания. Вот. Вот вы говорите, что вам, вам бы, вам бы хотелось, чтобы отношения переросли во что-то большего. Вы говорите, что вам бы этого хотелось. Зачем? Давай, блин. Для чего вам бы этого хотелось? Вот. Подумайте об этом. Тоже. С какой целью вы всего этого хотите. Просто подумайте для себя, обо всём этом. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и будьте активнее в отношениях. Это не здрасте.